Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Ольгой Чиненковой, питомниководом и ландшафтным дизайнером про чубушники. Мы решили, что нам нужен отдельный ролик для того, чтобы рассказать про уход за этим растением, потому что он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Поэтому сегодня мы поговорим про агротехнику чубушника, как его правильно посадить, чтобы он радовал, как его правильно обрезать, ну и, конечно, как его можно размножить в домашних условиях. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Андрей. Ну, что хочется сказать в первую очередь. Да, действительно, кустарник неприхотливый, но все это знаем. И поэтому иногда этот кустарник сажается в совсем неподходящие для него места, где он не может проявить всю свою декоративность. Ну, например, при всей его теневыносливости, если мы вспомним чубушник, который произрастает на Дальнем Востоке, тонколистный, он растет в подлеске. Да, он создает как раз самый массивный подлесок в этих лесах. Он действительно теневынослив, но он и не цветет там так обильно, как могут свистеть. Поэтому все-таки мы рекомендуем сажать его либо на солнечном месте, он прекрасно выдерживает полное солнце. И в этом случае он дает массовое цветение, обильное цветение, но и более короткое по времени. Также он хорошо растет, как мы поняли на своем опыте, в полутени. И я даже не могу вам порекомендовать, а что же лучше, потому что в полутени, пусть это будет не настолько обильное цветение, зато оно будет более растянутое, вы можете наслаждаться им более длительный срок. При этом у нас в целом не так много кустарников, которые остаются декоративными в полутени, поэтому это тоже такое хорошее срочно. Конечно, таких мест обычно больше у нас не занято. Да, да. Следующий момент, который хочется сказать, это растение относится к семейству гортензиевых. Мы знаем, туда входят гортензии и дейтси, поэтому большая ошибка садоводов, которые начинают уносить большие дозы содержащих материалов. Да, есть такой миф, что кислую почву не переносит гортензиевую. Нет, гортензиевая, это как бы все знают, что переносит, но не все знают, что чебушник к ним относится. Поэтому считаю, что чебушник должен расти только на нейтральных, а то еще вочных почвах. Это ему не нравится, ему нужны слабые кислые почвы все-таки. Поэтому не надо увлекаться этими материалами. Далее это растение, опять же, как и другие представители гортензиевых, влаголюбивое. Но за исключением совсем уж топи и болото оно не переносит. То есть при своей влаголюбивости оно не любит избыточной влаги. И при этом может спокойно переносить и под сушку тоже. Но все-таки в идеале мы должны его поливать за сушливый период. Более того, белорусские специалисты писали о том, что на зимостойкости этой культуры очень сильно сказывается за сушливое лето, без полива. То есть побеги, которые принесли сильно за сушливое лето, они все-таки сильно сушаются, если осенью не было хорошего полива. И могут плохо перезимовать. Поэтому надо все-таки не забывать его поливать в такие вот сухие периоды, как у нас бывает. Третий момент, опять же, очень важный. Это правильная обрезка этого кустарника. Как мы говорили с вами в прошлом ролике, неправильная обрезка может полностью лишить цветения. И, кстати, очень многие жалуются на то, что они сажают у себя чубушники и ничего интересного-то и не получают. Особенно сортовые. Зачем это надо такое-то досажать? Действительно, они просто обрезают все эти побеги и ту часть побега, которая должна цвести в этом году. Предыдущий год нам дал базальный побег. Простой, длинный, вертикальный. Мы часто очень видим с вами как раз в парках, когда все цветение прошло по краям, а внутри растут такие длинные вертикальные побеги. Зеленые, сочные. Это вот мы о них сейчас в речи ведем. Итак, получается, что если мы с вами обрезаем весной, как мы привыкли обрезать многие кустарники, просто прийти весной, секатором, большими ножницами подровнять, чтобы все были ровненькие, красивенькие, то мы срезаем как раз большую часть цветения, а то и всю часть цветения в зависимости от сорта. Как происходит цветение на следующий год у этого побега? Вот как раз и у верхней части, в зависимости от сорта, она может быть большая, вот такой крупный султан, а может быть и небольшой султан на треть побега. На нем образуются небольшие, уже называемые генеративные веточки, те веточки, которые будут цвести. Они цветут на концах этого побега, образуют кисти, и некоторые цветы закладываются в пазухах листьев. Чем ближе они находятся, цветочки, тем получаются более компактные соцветия и наоборот. И именно уже после того, как ваш кустарник отцвел, вот тогда и надо проводить обрезку. Эта обрезка, она как раз и будет способствовать потом хорошему цветению на следующий год вот этих побегов, поскольку сам кустарник не будет завязывать семена, не будет тратить на это время. У вас не будет образовываться этих некрасивых коробочек, которые часто смущают нас в парках, да, и позволят все силы пустить на новые побеги уже следующего порядка. Вот именно получается после цветения, обычно у нас это конец июля, либо там в зависимости от сорта и начала августа, надо проводить вот эту обрезку. К сожалению, чубушники в принципе не подходят для стриженных живых изгородей, надо это понимать изначально. Это культура, которая годится именно для таких свободно растущих изгородей, если вы ее сажаете. Они прекрасны, потому что это красивая, широкая, цветущая, живая изгородь. Для этого много сортов существует. Но их нужно правильно обрезать, иначе у вас ваша изгородь тоже не будет свистеть. Вот такой нюанс по части обрезки. Еще что хочется сказать насчет обрезки побегов. Очень часто бывает, что у нас сырая затяжная осень, да, она, естественно, провоцирует любые кустарники на более длительное созревание побегов и более длительный рост, что тоже негативно сказывается на их зимостойкости. Поэтому очень полезно в том числе и чубушники прищипывать вот такие долго растущие побеги, их макушечку где-то в конце августа, начало сентября. Это останавливает их рост и способствует начинанию именно одревеснения данного побега, что очень важно. На самом деле эта операция проводится с большим диапазоном разных кустарников именно с этой целью, чтобы они лучше взимовали в нашем климате, чтобы остановить вот этот рост. Поскольку во многих сортовых растениях есть южные гены, и они как раз и составляют растения при благоприятном условиях расти чуть длиннее, чем бы росли наши местные виды. Вот такие нехитрые моменты, если вы их знаете, то они нам позволят выращивать очень красивые кусты, обильно цветущие каждый год. Но что касается теперь обрезки взрослых кустов, то сейчас мы с вами больше показали обрезку молодого куста. Правда, если уж говорить о со всех молодых кустах, вот вы купили молодой чубушник, и если, конечно, у вас рука поднимется, то очень полезно обрезать его вообще сразу же на пенек. Все побеги, да. Это позволит выложить ему очень много побегов. Куститься больше. Да, им будет гораздо лучше куститься, и в будущем это будет более красивый, густой куст. Ну, конечно, и в любом случае у вас нарастет большим и красивым, но на это потребуется чуть больше времени, если вы эту операцию не проделаете. Но другой момент обрезка взрослого куста. Поскольку побеги у чубушника не вечны, это не стой, не 200 лет, как у дерева, надо понимать, что такое время его жизни, продолжительность полноценной жизни, это где-то, скажем, 10 до 25 лет считается. Но в среднем это 10-15 лет. Поэтому очень полезно у взрослых кустов просто каждую весну уже вырезать старые ветки вот такого возраста по нескольку штук из куста, да, уже большим секатором на пень вырезать, чтобы делать именно омолаживающую уже обрезку вашего кустарника. И тогда он никогда не будет превращаться в такие вот елки, которые мы иногда можем видеть в парках, запущенных в парках, где не велся его ход за этими кустарниками. Конечно же, такой вид не очень красив. И, в принципе, омоложение куста позволяет ему гораздо лучше цвести. Опять же, надо сказать, что есть сорта, например, веховский сорт артика, у него есть такой недостаток, это вот этот султан закладывается на верхней трети побега. И получается, что с годами, если куст не обрезался, в него цветение происходит на периферии, очень далекой от центра куста. То есть такой как бы осьминог растет, да, если этого не делать. Конечно, ничего страшного не произойдет, если мы его запустили, а потом все-таки обрезали. Но вот надо понимать, что именно из-за того, что не было вовремя проведено обрезка, мы допустили, что куст стал цвести по периферии, а не полностью, вот целиком, как бы хотелось, чтобы кусты цвели, да, у нас с такими большими шапками. Недаром некоторые сорта были названы Вехолом Эльбрус и Казбек, потому что они во время цветения напоминали снежные вершины этих гор. Хотя они, в общем-то, все напоминают. Ну да, расскажите про размножение, потому что если уж мы заполучим такие хорошие сорта в коллекцию, то обязательно там появятся соседи и будут говорить, дайте семечко, дайте черенок, что-нибудь дайте. Что тут можно сделать? Вы, как питомника, вот, может, расскройте нам секрет успешного размножения чебушников? Да, чебушники, кстати, размножаются действительно разными способами. Мы должны с вами только сразу исключить семенной способ, потому что, как всегда, он даст нам большое генетическое разнообразие, отличное от родительства. То есть семечки сразу же? У сортовых растений нет. Если вы размножаете видовые, то да, это семечки. Что касается вегетативного размножения, то чебушник может размножаться и одревесневшими черенками, которые мы с вами срезаем весной. Но надо сразу сказать, что вот это размножение удается хуже, но удается. Опять же, это должны быть все равно теплички, все равно это должна быть хорошая влажность. Второй вариант, которым чаще пользуется питомника вода, конечно, это зеленое черенкование. Но сложность зеленого черенкования в том, что вы должны поддерживать в этой тепличке все время очень высокую влажность, потому что срезаемые летом черенки с большими уже листьями, они, естественно, и испаряют очень много влаги. И вот для того, чтобы они успели укорениться, а чебушник укореняется гораздо дольше, чем многие другие растения, вот это тоже есть такой нюанс, это сложность как раз его черенкования, надо поддерживать высокую влажность, чтобы листья эти не погибали. Лучше все-таки, чтобы они у вас где-то зимовали либо в теплицах, либо под укрытиями небольшими, они более уязвимы в зимнее время. Дальше уже куст зимует хорошо, то есть на следующий год, когда вы его сажаете на постоянное место, он уже будет зимовать хорошо. Многие, кстати, любители также пользуются отводками, то есть можно прикопать боковые ветви у взрослого куста в землю, а потом просто уже отделить укоренившуюся веточку. Вот, наверное, это самый простой способ. Да, и доступный, и не надо укорачивать цветущие побеги, обрезать, потому что обычно идет именно цветущая часть, вот эта вот маленькая веточка, вот она часто используется на укоренение. То есть у других бывает просто и нет. На кусте, когда он обильно цветет, у других веточек просто нет. Ну, и потом уже практически не дает прикорневой поросли, то есть что-то от куста отщепить с пяточкой и кусочком корешка, мне кажется, тоже, наверное, не очень перспективная история. Да, вы знаете, помню, много-много лет назад я была свидетелем, когда делился очень большой, старый куст чебушника венечина. Надо сказать, что делился он очень легко, совершенно без всяких угрызений совести, топором, всякие небольшие куски, и прекрасно все прижилось. То есть, конечно, можно и таким способом пользоваться, если здесь что-то отделить, это можно аккуратно отделить. Не для слабонированных. Да, если, конечно, уже взрослый куст, и вы готовы поделиться его частью, либо там при пересадке этого куста, то есть я думаю, всегда можно что-то отделить, но, конечно, это уже редкий случай. Хорошо, Ольга, спасибо огромное. Я надеюсь, что эта информация тоже пригодится нашим зрителям. Если у вас еще остались какие-то вопросы по агротехнике, уходу и размножению чебушников, пользуйтесь случаем, пока у нас Ольга в гостях какое-то время. Я думаю, что она будет у нас и в комментариях на YouTube. Поэтому пишите ей, задавайте свои вопросы. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова